Сегодня ФРС выходит на передовую, чтобы спасти глобальные финансовые рынки, включая и криптовалютный. Количество инвесторов, держащих одну десятую биткоина, достигло исторического пика. Количество людей, у которых есть один биткоин, побило новый рекорд. Также сегодня я расскажу вам историю одного человека, который поставил перед собой цель развернуть целую сеть биткоин-нодов по всей Африке. Работать она будет на солнечной энергии. Никто даже не задумывался о том, что биткоин может привести к созданию новых профессий в Африке, но это уже происходит прямо сейчас. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск на моем канале. Спасибо большое за поддержку моих видео просмотрами и лайками, а мы начинаем. Прежде всего, вступительное слово Джерома Пауэлла, главы ФРС в Конгрессе США. Некоторые вещи, которые он высказал, лично для меня оказались сногсшибающими. Самой главной идеей выступления было то, что ФРС здесь надолго, и они собираются печатать деньги как сумасшедшие. И хотя рынки должны были быть в стагнации, но нет, ФРС здесь раскидывается спасательными жилетами. Пауэлл подчеркнул, что ВВП США в этом и следующем кварталах будет самым худшим в истории страны. Если задуматься, ВВП США показывает худшие результаты за всю историю, а тем временем фондовый рынок наоборот, показывает самое быстрое и масштабное восстановление в истории. Две параллельных вселенных. Давайте послушаем. Уровень безработицы вырос на 10-13%. Впадение ВВП в этом квартале будет самым жестоким в истории. Супер, самым жестоким в истории. Вы слышали это из первых уст. ВВП США, который включает в себя товары и услуги, окажется худшим благодаря пандемии. Как это скажется на будущем? Как это повлияет на каждого вокруг? Обсудим это и то, как неравно и несправедливо распределяются последствия экономического шока по разным американским семьям. Бремя экономического падения не легло одинаково на плечи всех американцев. Вместо этого больше всех пострадали те, кто оказался менее способным противостоять негативным изменениям. Как обсуждалось в июньском отчете о денежно-кредитной политике, в домохозяйствах с низким уровнем дохода произошло самое резкое падение работозанятости. Больше всего потерянных рабочих мест пришлось на афроамериканцев, выходцев из Латинской Америки и женщин. Если не сдержать или не обратить вспять падение, мы можем увидеть еще больший разрыв в экономическом благосостоянии различных групп людей. В последнее время некоторые показатели указывают на стабилизацию, а в некоторых областях и на скромное восстановление экономической активности. С ослаблением ограничений на транспортабельную коммерческую деятельность, а также с расширением федеральных кредитов и грантов, некоторые предприятия открываются, в то время как стимулирующая финансовая помощь и пособия по безработице поддерживают расходы и доходы домашних хозяйств. Как результат, работозанятость выросла в мае. Это была цитата Джайрома Пауэлла. Есть две вещи, которые я хотел бы прокомментировать. Во-первых, отчет по безработице за май был искажен. Между официальными и реальными данными оказалась разница около 4-6%. Это большая разница. И во-вторых, я прослушивал это выступление раз 10, пока его переводил. Джерем говорил о вливании ликвидности в рынке, создании всех этих программ по финансовой помощи, а-ля закон о помощи безработным во время пандемии, программа защиты выплаты чеков, кредитная программа поддержки бизнеса в чрезвычайных условиях и так далее. Обо всех этих вещах глава ФРС и рассказывал. И у меня появился вопрос. А что случилось бы, если бы ФРС не влез в это дело? Не напечатал ни одного нового доллара и вообще сказал бы, мы умываем руки, это не наше дело. Пусть этим занимается тот, кто должен, а именно правительство. Мне очень интересно, смогли бы люди, находящиеся в локдаунах в Штатах, обойтись без этих спасительных чеков? И смог бы свободный рынок найти способ получать деньги без печатного станка ФРС? Смогли бы люди оплачивать счета, коммуналку, продукты питания, предметы первой необходимости без печатного станка и финансовой помощи от ФРС? Отсюда вытекает еще один вопрос. А что, если бы мы начали использовать другую валюту в качестве резервной вместо доллара? Такую, как, например, биткоин? Этот вопрос мне часто задают, и на этот вопрос я могу ответить. Хотя я очень верю в биткоин, как вы это знаете, иначе бы этого канала даже не существовало, я все-таки реалист. Если мы заменим доллар США биткоином прямо сейчас, вся система придет в коллапс. Потому что сейчас нет никаких способов у биткоина справиться со всеми транзакциями по всему миру. Да, даже просто в США. Даже в рамках одной страны он навряд ли справился бы. Мы видели уже что-то похожее в 2017. Не думаю, что и сейчас, даже после развития Lightning Network и сайт-чейнов, биткоин справится с такой масштабной глобальной задачей. Он просто еще не готов. Напишите в комментариях, как по-вашему ФРС делает все правильно, или им стоило оставаться вне рынка, и что по-вашему произошло бы, если бы ФРС не вмешались в ситуацию. А теперь двигаемся к тому, что действительно спасло рынки прямо сейчас. В том числе неожиданно и рынок криптовалюты. Об этом мы тоже поговорим позже. Рынки поскользнулись. Но тут выходит Джереми и говорит, слушайте, не волнуйтесь, мы здесь. Мы включим режим Супермена и всех спасем. Давайте послушаем. Реакция Федерального резерва на этот чрезвычайный период основывается на нашем мандате по обеспечению максимальной занятости и стабильных цен для американского народа, а также на наших обязанностях по обеспечению стабильной финансовой системы. Мы стремимся использовать наш полный набор инструментов для поддержки экономики в это непростое время. В марте мы быстро понизили процентные ставки до нуля, облегчая влияние COVID-19 на экономическую активность, занятость и инфляцию. Мы ожидаем сохранения процентных ставок на этом уровне до тех пор, пока не убедимся, что экономика пережила недавние события и находится на пути к достижению наших целей, максимальной занятости населения и стабильности цен. Мы также предпринимаем широкие и решительные действия для поддержки потока кредита в экономике. С марта мы закупаем значительное количество ценных бумаг казначейства США и ипотечных ценных бумаг, чтобы поддерживать нормальное функционирование этих рынков, которые имеют жизненно важное значение для кредитного потока в экономике. Как описано в июньском отчете о денежно-кредитной политике, эти покупки помогли восстановить упорядоченные рыночные условия и способствовали более благоприятным финансовым условиям. По мере того, как функционирование рынка улучшилось после марцевских коллапсов, мы постепенно снизили темпы этих покупок. Чтобы поддерживать бесперебойное функционирование рынка и тем самым способствовать эффективному переходу денежно-кредитной политики в более широкие финансовые условия, мы увеличим наши запасы казначейских ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг в ближайшие месяцы, как минимум в том же темпе. Ребята, чтобы поддержать объем экономики и производства, мы продолжим покупать ценные бумаги. Да и вообще, у нас на все один ответ – покупать, покупать и покупать. Так говорит ФРС США. На сайте Федеральной резервной системы США появилось объявление. ФРС объявила об обновлении корпоративного кредитного механизма вторичного рынка. Проще говоря, они начинают покупать корпоративные облигации для поддержки ликвидности рынка и доступности кредитов для крупных работодателей. Как вы видите, ФРС влетает на всю котлету. Они пытаются показать участникам рынка, что нет никаких проблем, последствий, любых видов рисков и вообще ничего страшного. Потому что ФРС здесь надолго и всех спасет. И вот созревает второй вопрос. А как долго это может продолжаться? Действительно, как долго ФРС может создавать деньги из воздуха и выкупать чуть ли не весь рынок, чтобы фондовый рынок красовался заголовком «Самое масштабное восстановление рынка в истории США». Помогают ли такие действия с точки зрения товаров и услуг? В некоторой степени да. Чем больше денег, тем больше люди могут купить, то есть потратить на товары и услуги, которые доступны для покупки. Но что будет, если произойдет вторая волна пандемии? И если она произойдет, как долго сможет ФРС с этим справляться? Напишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Давайте посмотрим, как выступление лидера ФРС повлияло на рынки, которые, как вы помните, недавно резко обрушились, и биткоин вместе с ними. Как мы видим, рынок падал до тех пор, пока Джером Пауэлл не выступил со своими обновлениями. Также ростом отреагировал и Доу Джонс, и даже биткоин. Как мы видим, произошедшее хорошо повлияло и на биткоин, и остальную криптовалюту, которая больно падала вместе с традиционными рынками. Эту корреляцию цены биткоина с выступлениями ФРС не заметить было сложно. Биткоин развернулся на 10 тысяч долларов после заявления ФРС о покупке корпоративных облигаций. Помните, ребята, что крупные институциональные инвесторы тоже массово замешаны в биткоине. Сейчас я быстро вам это докажу. Это отчет от Грей Скейл, фонда, который помогает институциональным инвесторам инвестировать в криптоактивы. Этот отчет включает в себя данные за первый квартал 2020 года. Большинство инвестиций, совершенных через этот фонд, пришли от институциональных инвесторов, а именно 88%. Также есть еще один отчет от больших любителей золота One Egg. Но в январе этого года эти золотые жуки в своем отчете вдруг пишут о том, что добавляют биткоин в свой портфель, потому что у него есть большая ценность и дефицит. Читаем между строк. «Мы большие держатели золота, мы любим золото, но биткоин даже лучше, чем золото». Также Fidelity добавляет кастодиальные сервисы для того, чтобы крупные инвесторы могли легко и безопасно купить биткоин. Эта компания управляет активами на сумму почти 2,5 триллиона долларов, и она убеждена, что на фоне биткоина другие валюты выглядят устаревшими. Это была цитата из их твиттера. Затем и инвестиционный фонд Tudor, который вложил 2% от своих инвестиций в биткоин в мае этого года. Так продолжать можно долго, но как вы уже убедились, институциональные инвесторы уже в биткоине, и их много. Именно поэтому мы и видим корреляцию биткоина и традиционных рынков. Их одинаковую реакцию на выступления ФРС. Крупные инвесторы слушают выступления ФРС и слышат их, что нет никаких проблем, значит можно откупать все как сумасшедшее. Именно поэтому мы и видим неплохой отскок и на традиционных рынках, и на нашем любимом криптовалютном. Цена биткоина резко выросла после падения до 8900 долларов перед этим. Это ответ биткоина на объявление ФРС о последних усилиях по поддержке экономики США. Спрос на главную криптовалюту резко подскочил после того, как ФРС сообщил о покупке корпоративных облигаций на сумму в 250 миллиардов долларов. Ух, 250 миллиардов! ФРС говорит, нет никаких последствий. Ну да, пока работает магическая печатная машинка. Рад за них, что сказать, что нет никаких последствий. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете, и снова вопрос, сможет ли ФРС продолжать в таком же духе, если будет вторая волна? Или же этого не произойдет? Дайте мне знать в комментариях. Количество холдеров, у которых есть 1 десятая биткоина, достигло исторического пика. Мне нравится эта новость тем, что она сквозь строки говорит нам о том, что биткоин получает больше принятия. Согласно данным Glassnode, 13 июня количество кошельков с балансом минимум 0,1 биткоина достигло нового максимума в более чем 3 миллиона кошельков. Для меня это индикатор того, что все больше людей заходят в биткоин. Потому что я не думаю, что много кто может позволить себе купить целый биткоин. Целый биткоин обойдется сейчас в 9400 долларов. Это много. Так что 1 десятую или 1 сотую биткоина могут позволить многие. И то, что количество таких кошельков достигло исторического пика, хороший индикатор того, что люди заходят в биткоин. Это хороший сигнал. Количество кошельков с балансом 1 биткоин и больше также побило новый рекорд. Таких кошельков оказалось уже более 800 тысяч. Эти данные тоже от Glassnode. Давайте перейдем на сам Glassnode и посмотрим на метрику новых кошельков биткоина. Здесь мы видим всю картину с 2009 года. Черный график – это цена биткоина, а оранжевый – количество новых кошельков. Как мы видим, с ростом цены создается больше кошельков. Особенно хорошо это заметно в 2017 году. Также и в 2019, когда биткоин вырос до 14 тысяч долларов. В принципе, на каждом большом скачке это можно наблюдать. Давайте посмотрим на общее количество биткоин-кошельков. В 2009 году десятки тысяч кошельков, а теперь с ростом цены количество кошельков стремительно увеличивается. Количество кошельков с балансом до 1 сотой биткоина тоже бьет исторический пик. Люди накапливают биткоины. Даже в 2017 не было столько кошельков. Такая же история и с 1 десятой биткоина, и с целым биткоином. Это означает, что все больше людей заходит в биткоин и хранит его на кошельках. Даже в 2017 году так много не было. В 2017 на пике при цене в 19,5 тысяч долларов за биткоин мы имеем чуть более 700 тысяч кошельков. Именно столько людей имело на балансе больше, чем 1 биткоин. Сейчас, спустя кучу падений, проблем, пандемий и экономических спадов, мы видим, что при цене биткоина в 9700 таких кошельков уже 812 тысяч. Не так уж и плохо. Я бы хотел увидеть продолжение корреляции цены с этой метрикой в будущем. Но да, у нас действительно сейчас очень много проблем. Но я все равно думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы не видим резких обвалов количества кошельков биткоина, зато их уверенный долгосрочный рост сразу бросается в глаза. Значит, биткоином интересуются и пользуются все больше и больше людей. Я думаю, это очень хороший знак для биткоина. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Увидим ли мы ответные большие движения цены биткоина на новые исторические пики кошельков? Или вы думаете, что это никак на него не влияет? И еще одна крайне позитивная история на фоне всего происходящего в мире безумия. Поставьте лайк за позитив, ребята, обязательно. Называется она так. Миссия одного человека по развертыванию биткоин-нодов, работающих на солнечной энергии по всей Африке. Когда я ее прочел, сначала я подумал, что это круто, а потом задумался, что это как-то связано с созданием рабочих мест. 30 лет назад никто даже не думал, что работодатель будет искать человека, который бы занимался рекламой в Инстаграме или делал бы SEO-оптимизацию на Ютубе или вообще снимал видеоролики. 30 лет назад меня бы спросили, ты вообще на русском разговариваешь? О чем ты говоришь? Эта история даже не о биткоин-нодах, это история о том, как на ваших глазах появляются новые профессии, новые рабочие места из-за интернета, из-за блокчейна и интернета вещей фактически. Я верю, все больше новых рабочих мест и профессий будет появляться и впредь из-за блокчейна. Это просто один из примеров. Это карта биткоин-нодов, которые работают по всей нашей планете. Если что, простыми словами, биткоин-нода – это любой компьютер, который работает в сети биткоина и помогает распространять информацию о транзакциях и блоках. Судя по всему, большая часть из этих нодов находятся в США и Европе, меньше всего в Африке и в Австралии, как ни странно. В Африке всего лишь 8 нодов. Предприниматель из Нигерии Чемези Чута, похоже, единственный человек в Нигерии, у которого есть биткоин-нода. Он верит, что это лучший способ стать по-настоящему финансово свободным человеком. Он запускает биткоин-ноду в протоколе Lightning Network и убежден, что это позволяет африканцам зарабатывать небольшие суммы за пересылку денег в сети биткоина. Неплохой способ пассивного дохода. Ты говоришь, я имею ноду и могу пересылать и подтверждать все эти типы транзакций за небольшую плату. Единственную проблему, которую я в этом вижу, это стоимость установки и обслуживания такой ноды. В любом случае, африканская компания Block Space Technologies уже выпустила комплект для нодов биткоин и Lightning Network, включая все аппаратные сборки в надежде расширить использование технологии на континенте. Они убеждены, что это поможет множеству людей с низкими доходами не только в Африке, но и в других регионах планеты стать частью экосистемы биткоина. Множество африканцев не имеет доступа к финансовым услугам, какие предлагают банки. В 2015 году Всемирный банк подвел статистику, что таких людей в Африке проживает около 350 миллионов человек. В теории распространение биткоин-нодов поможет африканцам стать частью самой современной финансовой системы, а также даст прозрачную возможность следить и управлять своими финансами без необходимости доверять третьим лицам, например, тому же банку. Я думаю, всё это, конечно же, очень хорошо. Но учитывая стоимость, обеспечить всех необходимым будет очень дорого и сложно. Пока что они планируют за полгода оборудовать 250 нодов и посмотреть, что получится. Знаете, это очень похоже на меня, посмотреть, что получится. Почти все мои проекты именно так и получились. Я просто бросал идеи в стенку и смотрел, какие из них оставались прилепленными к стене, а какие падали на пол. Многие из проектов падали, но это часть того, что называется «Запусти свой бизнес». Если вы владеете малым бизнесом, наверняка понимаете, о чём я говорю. Вы много раз пробуете, ничего не работает, и вдруг находится что-то, что заработало, и вы идёте в этом направлении до самого конца. Как и я. На этом всё. Меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!